Дорую и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Речь идет о мире. Речь идет о религиозном мире также. Потому что, когда религиозное какое-то движение просто отступило от Иисуса Христа, они просто будут делать со временем всякую нечистоту с ненасытимостью. И мы сегодня знаем все вот эти скандалы, которые там связаны с церковью, даже не хочется об этом говорить. Но вы не так познали Христа. Нам очень важно правильно познать Иисуса Христа. Слышите меня, да? Вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем, мы не только слышали в Нем, но в Нем и научились, и в Нем научились. Мы призваны к тому, чтобы не только слышать что-то об Иисусе Христе, мы призваны научиться в Нем, внутри Него, быть в Нем, ходить во Христе, говорить через Иисус Христа, позволять Богу действовать, двигаться в Тебе. Потому что вы слышали о Нем, и сейчас послушайте внимательно, и в Нем научились, так как истина во Иисусе. И тире поставлено. Что такое истина во Иисусе? Давайте мы узнаем. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, как это делал и демонстрировал апостол Павел, он просто отложил прежний образ жизни ветхого человека и позволил ему просто тлеть. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости. И еще раз повторяется слово истина. Иисус говорил, и познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. Чуть-чуть ниже Иисус говорит, я есть им путь и истина и жизнь. Познавая Иисуса Христа, ты познаешь истину. Эта истина, она тебя освобождает, оно обновляет твой дух, твой разум, твое сердце, и ты становишься абсолютно новым человеком. Созданного, 24 стих, по Богу, в тебе начинает правляться образ Христов. Ты создан, написано, да, изначально человек был создан как? По образу и подобию Божьему, да? Я хочу сказать вам, что человек, живущий в мире без Христа, он теряет вот этот образ Божий. Он превращается со временем просто в прах. Просто во что-то плоское. Земные страсти, они просто его начинают в какой-то степени запутывать. Дьявол смешивает его с грязью, и он теряет тот образ славы. И я хочу сказать о том, что только через церковь, живую церковь Иисуса Христа, через живых верующих, христиан, люди этого мира могут увидеть, какими они должны быть, какими они могут стать во Христе Иисусе, какими они могут стать в Божьей славе. Мы призваны просто продемонстрировать вот эту трансформацию в нас, вот эту реформацию, которая происходит на уровне наших сердец. И мы должны знать эту истину. Истина во Христе Иисусе это каждый день откладывать прежний образ жизни ветхого человека, который сливает. Пусть он там и сливает. И каждый день обновляться. Аминь. Обновляться духом ума вашего. Слава нашему Богу. Давайте мы склоним наши сердца, коротко помолимся. У нас еще трапеза Господня. Сейчас у нас будет песня. Слава тебе всемогущий Бог. Аллилуйя. Мы благодарим тебя за тех реформаторов, которые были, возникали, восставали против какой-либо системы на протяжении вот этих двух тысяч лет после Рождества Христова. Их было очень много на самом деле. О большинстве из них мы просто даже не догадываемся. Но они были. Это те служители, это пастыря, это евангелисты, это апостолы, это учителя, это пророки, это молящиеся, это пророчицы, это евангелистки, это прославительницы, это левиты, которые когда-то просто Господь очень позволили Духу Святому реформировать их и произвели великие служения. Пусть они не всегда великие, простые, Господь очень, преобразования в своей семье, в своем училище, в своей школе, в институте, в какой-либо системе. Они просто произвели реформацию благодаря тому, что они каждый день обновлялись в Тебе и Ты давал им силу. Ты давал им возможность двигаться в Духе, Господь Ивич. Аллилуйя, Отец. Приходить, Господь Ивич, на то место, где просто был реально престол сатаны. Противостояли дьяволу, и дьявол бежал от них. Аллилуйя, Отец. Нам нужны сегодня такие реформаторы, Господь Ивич. Аллилуйя, Отец. И в этой стране, Господь, когда-то были мощные реформаторы. Аллилуйя, Отец. Мощные личности. Аллилуйя, Отец. Оссана, слава Тебе. Это и Христо Ботим, Господь Иван Базов. Аллилуйя, Отец. Еще многие-многие, Господь, которые когда-то так же восставали, Господь Ивич. Аллилуйя, Отец. Против чего-либо, Господь, что не соответствует Твоему слову, и совершали, Господь Ивич, мощные, Господь, какие-то движения, Господь Ивич. Слава Тебе. И, Господь, мы помним о них, но давайте зададим себе такой вопрос. Кто вспомнит о нас через 50, через 20 лет? Кто вспомнит о нас? Книга жизни, которая запишется о каждом из нас, Господь Ивич, она пишет наши дела. И Слово Божие говорит, что эти дела, они следуют за нами. Дай нам что-то сделать, Господь, в своей жизни, что-то стоящее. Помоги нам, Господь Ивич, каждый раз двигаться в Духе Святом, обновляться и, Господь Ивич, восставать там, Господь Ивич, где ничто человеческое не может устоять. Но в Духе Святом мы, Господь, можем устоять, и мы призваны туда, Господь Ивич. Помоги нам, Господь, в этой стране что-то поменять, принести какое-то благословение, принести исцеление этой нации. Господь Ивич, помоги нам, Господь Ивич, быть тем сосудом, теми горшками, через которых ты будешь исцелять раны, Господь, этого народа. Кого-то оденешь, кого-то накормишь, Господь Ивич, кого-то приютишь. Аллилуйя, Отец, помоги нам быть, Господь Ивич, этими сосудами. Слава Тебе, всемогущий Бог, мы уповываем на Твою благодать. Аллилуйя, Отец, верой, Господь Ивич, мы спасены, Господь Ивич. Аллилуйя, Отец, только Христос, только Священное Писание, и вся хвала, и вся слава, и поклонение только нашему единому Богу. Аминь. Давайте мы прославим Бога еще. Можете оставаться на местах. Мы хотели спеть один гимн христианский «О благодать спасен тобой». Он был написан одним моряком в прошлом. Это моряк, который жил такую жизнь, не совсем христианскую. И он работал на корабле, в котором они занимались работорговлей. И один раз он попал, весь корабль попал в шторм. И корабль потерпел крушение. И он во время шторма обратился к Богу тогда и попросил спасти его. И Бог сверхъестественным образом спас его. Он покаялся. И через несколько лет он оставил службу на корабле, стал священнослужителем. И написал вот этот гимн. Кроме этого еще где-то 250 гимнов. Но это стало знаменитым гимном. Автор этого гимна Джон Ньютон. И мы хотели сегодня вместе с вами его исполнить. Он такой немножко длинный. Мелодия очень простая. Будем петь тихо, чтобы было слышно голос каждого из вас. О, благодать Спасем Тобой Я из пучи небес. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Сперва внушила сердцу страх, Затем дала покой. Я скорбь души излил стезя, Твой мир течет рекой. Прошел немало я скорей Невзгод и черных дней, Но ты всегда была со мной, Ведешь меня домой. Славам Господним верю я, Моя вся крепость в ней. Он верный щит, Он часть моя На всех путях моих. Когда же плоть моя умрет, Придет в борьбе конец, Меня в небесном доме ждет, И радость, и пенец. Пройдут десятки, Тысячи лет Забудем Где смерть и тень, А Богу, Боже, Будем петь, Как самый первый день. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста.